На связи Отто, а это юбилейная, десятая часть захвата галактики за Великую Республику в игре Stavos Empire at War. Поддержите это продолжение, юбилей своим лайком и комментарием, а канал, разумеется, подпиской, а также... Я напоминаю, что только при вашей финансовой поддержке, которую вы можете оказать, подписавшись на страничку Boosty, или, например, совершите единоразовое пожертвование, то есть донат, все ссылки будут в описании. Я всем желаю приятного просмотра, давайте начнем. Друзья, призываю всех подписаться на наш Телеграм-канал. Любопытные факты, эстетика, свежие новости и анонсы, еще очень многое другое встретит вас в нашем Телеграм-канале. Ссылки будут в описании. И я в довольно боевом положении, расположении духа, ибо сейчас перед нами стоит жесточайший, если вы не помните, я напомню, выбор. Либо с планеты Бос-Питти мы нападаем на могучий флот конфедерации независимых систем, расположенный в галактике планеты Салюкемай, или Салукамай, который состоит, как видите, довольно из немаленьких кораблей, я имею в виду по размерам, серьезные фрегаты. Но, в принципе, у нас в противопоставлении, скажем так, имеется 9 винаторов, сейчас я отсюда с Куата пришлю еще один, и 26 аккламаторов, еще с Корусанта прибудет 2. Я думаю, к тому же вы очень сильно сетуете, злитесь, что я играю автобой часто, Поэтому сейчас будет битва вручную, что называется, и нас ожидает либо славная погибель, либо величайшая громкая победа, которая войдет в легенды галактики. Я надеюсь, что вы готовы, потому что прямо сейчас мы и будем это дело реализовывать. Собираем нашу флотилию, давайте здесь заранее построим космическую станцию, чтобы в случае отступления у нас были хотя бы какие-то рубежи. Итак, сейчас наша флотилия готова, мы можем атаковать. Пожелайте мне удачи, потому что сейчас будет настоящее побоище. Да, друзья, я надеюсь, вам понравится. Желаю вам еще раз приятного просмотра, ибо, будьте уверены, это стоит того. Очень много аккламаторов высадилось, надо было все-таки брать один истребитель, вернее, один корабль под названием Republic Battleship, чтобы он 2,5 километра, извините меня, но, ладно, что есть, что называется, то есть. Давайте выделим сразу эти данные аккламаторы вместе с винатором, кстати, я смотрю, вот здесь встал. И пододвинем их несколько ближе. Ребята, вы тоже поближе, и вот эти два винатора, соответственно, тоже вот сюда. И, кстати говоря, кораблей так много, что я даже не заметил еще одни винаторы. Бомбардировщики давайте держать пока что позади. Пошлем в бой истребители, ну, как и полагается. Ребята, вперед. Спасибо, дружище. И отправляемся в бой. Друзья, отправляемся в бой. Так, корабли давайте отправим сразу на уничтожение их станции. Потому что я думаю, бомбить все остальное не так уж и имеет много, знаете ли, смысла, что ли. Поэтому займемся этим. Так, друзья, давайте чуть-чуть быстрее ускоряйтесь. Потому что мне не нравится, как вы передвигаетесь. Если вы так и будете дальше себя вести, мы далеко не уедем во всех отношениях. Вы бомбите, как и было приказано, станцию, друзья. Давайте всем им активируем суперспособности. Пусть отстреливаются. Да, они плодят и плодят истребители. Их несчастливое количество. И, как видите, мне еле как удается справиться со всем и вся. Давайте посмотрим, как это выглядит кинематографично. Бомбят наши истребители, бомбят наши крейсера. Как видите, был под атакой вроде как то ли аккламатор, то ли винатор. Но, впрочем, посмотрим. Мои любимые винаторы, как всегда, здесь глупят. Но да ладно. С кем, с каким винатором, что называется, не бывает. Правда? Тем временем мы практически разбомбили генераторы и щитов. Я горжусь нашей... Горжусь нашей... Горжусь нашими бомбардировщиками. Они действуют всегда как нельзя лучше. Молодцы, друзья, молодцы. Даже не хочу их отвлекать. Пусть работают. Обожаю своих аккламаторов. Обожаю свои аккламаторы, которые всегда просто... Просто стоят. Их я люблю больше всего. У меня, знаете, к ним своя особенная любовь. Давайте посмотрим, как уничтожают вражескую флотилию. Но я думаю, что если бы мы, конечно, сыграли автобой, потерпели бы, понесли неоправданно высокие потери. Да и вы не насладились бы этим кино. Можно сказать, настоящим мультсериалом по войне клонов. Давайте посмотрим, как выглядят, как обстоят дела с нашим суперкрейсером. Вроде как с ним все хорошо. И я смотрю, у нас имеются первые потери. Но не будем забывать, что мы можем высадить еще довольно много кораблей. Чем, собственно, сейчас и займемся. Да, я обожаю наших аккламаторов. Аккламаторов, они просто стоят. Они просто стоят. Знаете, им многого и не надо. Для счастья, они могут просто взять и постоять. Вот, например, здесь аккламаторы решили просто... Ну, залететь куда-то в тыл и повоевать в тылу. Что называется, ну, пусть воют. А давайте активизируем всем способности. И, в принципе, дальше будем смотреть фильм. А что нам еще остается с вами делать? Ну, я думаю, сейчас станцию мы быстро уничтожим. Потому что... Крылья эскадрильи наших бомбардировщиков продолжают вести нещадно огонь. И, как видите, наш суперкрейсер... О, только что появился корабль врага. И, как видите, наш суперкрейсер тоже имеет несколько повреждений. Но, я думаю, он выдержит. Хотя генераторы щитов у него уже... А, тем не менее, друзья отказали. Я думаю, что надо подвести поближе наши с вами загульные аккламаторы, чтобы они хотя бы что-нибудь сделали. Вот, например, один из них вообще не хочет работать. Друг, ну ты давай что-нибудь делай. Я тебе не... Просто так ведь плачу жалобами, правильно? Правильно. Хотя, я думаю, он с этим бы поспорил. Так, вы продолжаете уничтожать станцию. Превосходно она практически была ликвидирована. Здесь продолжают вести огонь, сосредоточенный по врагу. Всё пока что меня радует. Всё идёт так, как нужно. Тем не менее, вышел из гиперпространства вражеский корабль. Довольно целый, поэтому давайте мы с ним разберёмся. Вышел ещё один, и давайте сосредоточим огонь по ним. Потому что, если мы этого не сделаем, я боюсь, что потеряем как минимум один аккламатор. Это точно я бы вообще не хотел. Потому что аккламаторы, как бы мы их с вами не оценивали, тоже стоят около двух-двух с половиной тысяч кредитов. И это, извините меня, ощутимый доход. Да, весьма ощутимый. Потому что мы должны экономить каждый кредит. Не будем забывать, что налогоплательщики... Ой, как было красиво. Вы предприниматели галактики. Всё-таки высокого мнения о республике, которая охраняет их от произвола конфедерации независимых систем. Ну а сейчас я предлагаю помолчать и понаблюдать за этой красотой. По нашему крейсеру, я смотрю, ведут здесь огонь. Давайте будем разбираться с вражескими истребителями. Потому что я смотрю, как-то не сильно уж с ними пытаются здесь справиться. Я думаю, надо чуть-чуть это дело всё приструнить. Наше дело в том, что наши истребители находятся сейчас у другой цели. Ну, в принципе, практически уничтожили мы их станцию. Давайте ещё раз активизируем все способности. И, в принципе, мы уничтожили врага превосходно. Мы можем сейчас атаковать остатки врага и, главное, не потерять этот крейсер. Потому что если мы сейчас его потеряем, будет крайне прискорбно. Ну, станцию мы уничтожили, но я смотрю, они не останавливаются и идут вперёд. Так, давайте, ребята, сюда перенесёмся. Я смотрю, наш крейсер пытаются уничтожить. Так, он бы остановился у нас. Если бы шибко здесь не двигался, мы бы перенесли весь наш флот вот сюда. Адмирала Юларина мне ещё не хватало потерять. Между прочим, второй раз. Поэтому уж пусть он как-нибудь попытается выжить. Да. Много ещё крейсеров не будем забывать у оппонента нашего противника, который мы сейчас уничтожаем. Поэтому, да, друзья, давайте разберёмся. Хотя, я думаю, всё-таки нам придётся ещё продолжить этот бой, ибо я боюсь, если мы попробуем разрешить его автоматически, сейчас нажмём «Auto Resolve», то есть «Auto Result», то, скорее всего, у нас будут, опять-таки, незаслуженно высокие потери. Хотя вы видите, что... Нет, ну, вероятно, мы несколько аккламаторов-то потеряем в любом случае сейчас. Но наши основные крейсера мы успешно, я не побоюсь этого слова, сохранили. Поэтому будем держаться, будем держаться. Главное мне сейчас не потерять вот этот крейсер, потому что если это случится, то будет крайне прискорбно. Слушайте, но побои ещё здесь... ...отжесточённое. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, я, как и говорил, аккламаторы подвергаются жестокому... ...жестокой атаке, и мы уже один из них потеряли. К сожалению, давайте высадим скорее винатор, и пусть он... ...отмстит за своего собрата. Вот, кстати, он и вышел из гибельпространства. Вы посмотрите на эту красоту. Ну, слушайте, на мой взгляд, 10-й юбилейный эпизод, ну, задался точно. Я думаю, никто с этим не поспорит. В принципе, сейчас главное не потерять винаторы. С аккламаторами ещё можно смириться. Ладно, а вот с винаторами не хотелось бы прощаться. Вот, кстати, мы потеряли, скорее всего, ещё один винатор. Давайте будем за него, что ли, биться. Кажется, потеряли ещё один, к сожалению, аккламатор, но... ...с кем не бывает. Давайте высадим новый корабль вот сюда, в гущу событий, в гущу сражений. Так, друзья, нам надо уничтожить этот крейсер. Здесь мы, в принципе, уже со всеми разобрались. Здесь всё более-менее, но, к сожалению, да. Здесь тоже всё очень... На самом деле, страшное побоище. Я чувствую, многие адмиралы были просто уничтожены, они погибли в схватке. И, скорее всего, этот крейсер мы тоже, я боюсь, потеряем. Потому что здесь что-то уж слишком он изранен. И вы только посмотрите на это. Ужас. Я боюсь, как бы мы не потеряли с вами здесь адмиралы Юларина, потому что он действительно тут очень сильно повреждён. Да, я чувствую, чуть-чуть надо здесь мне принять участие в событиях, чтобы это не обернулось нашей катастрофой. Но пока всё выглядит довольно-таки прискорбно. Хочу её вам доложить. Да, давайте чуть-чуть ещё здесь, около нашего главного корабля, высадим подкрепление, потому что как-то мне неспокойно. Превосходно. Давайте выберем уже наш... Ещё один аккломатор и откроем огонь из всех орудий, которые у нас вообще есть. Так, друзья, давайте огонь из всех орудий. Вы знаете, я даже и не знаю, куда мне определить... Очень многие у них здесь корабли, кстати, уже горят, вы сами можете это видеть. Я не знаю, куда определить и бомбардировщиков, потому что вы сами видите, в каком они... Вернее, целей много, бомбардировщиков мало, да и цели, знаете, не так уж и достойны, что ли, внимания. Как может показаться. Поэтому превосходно уничтожили ещё один корабль, и они высаживают другой. Но не будем забывать, что их около 60 здесь, и они, как видите, плодятся и плодятся. Чёрт их побрал бы. Так, надо чуть-чуть подводить флот сюда, на север, повыше, потому что здесь кораблей намного-намного меньше, гораздо меньше. Так, давайте разберёмся с этими уже остатками, друзья. Да, мы потеряли ещё один корабль, к сожалению, но... Куда деваться? Так, давайте все корабли подведём вот сюда, вот, вот сюда. Многие корабли конфедерации независимых систем, как вы можете уже заметить, горят. Мы продолжаем вести битву. Она уже длится довольно-таки долго. Как видите, это, по-моему, переломное сражение всей войны клонов. Если нет, то я не знаю, какое сражение можно назвать, в принципе, таковым. Потому что это побоище... Да, скорее всего, это побоище действительно ожесточённое. И, скорее всего, мы потеряем один здесь из кораблей. Это, скорее всего, адмирал Юларина, потому что, действительно, он... Испытывает большие проблемы, но... Будем надеяться всё-таки на лучший исход. Как говорится, надежда умирает последней. И мне интересно, когда закончатся все их корабли, действительно, они меня уже начинают раздражать. Вот ещё один. А они всё шлют и шлют свои истребители. Вот только на это... Посмотрите, друзья. Да. Сейчас главное не потерять этот корабль. На самом деле, это одна из главных важных целей сейчас. Так, друзья, давайте поддерживайте другие подразделения. Вот давайте чуть-чуть выше подбирайтесь сюда. Адмирал Юларин, и вы... Превосходно, давайте добивать врага. Огонь из всех орудий, которые только есть. Мы не должны допустить их уход. Слушайте, но, в принципе, я бы сказал, что это не первая победа, но давайте посмотрим на потерю, впрочем, Итак, 7. Всего лишь 7 аккламаторов взамен на уничтожение всей их флотилии. А вы сами знаете, какой здесь автобой. Если бы мы атаковали вручную, то, скорее всего, было бы наше сокрушительное поражение. И я бесконечно счастлив, что мы одолели их флот. Давайте, наконец, захватим эту планету полностью, возьмём под наш контроль. Я думаю, конечно, мы сейчас испытаем некоторые потери, но, тем не менее, я думаю, в принципе, флот у нас наземный, гигантский, большой. Давайте быстро их захватим. И будем... У нас, в принципе, уже отстраивается этот флот. Как видите, новые аккламаторы, новые винаторы на подходе. Давайте сделаем тут автобой. Превосходно. Автобой вышел триумфальным. Давайте отойдём чуть-чуть назад и будем застраивать планету. Кстати говоря, некоторые мне писали, что смысла строить эти заводы нет, но я хочу вам возразить, потому что они позволяют нанимать не только новых юнитов, но и дают, предоставляют нам защиту. Если их не будет, то планета банально будет беззащитной. Как понимаете, это... Лучше этого не допускать. Тем не менее, давайте строить 212-й батальон, 501-й легион и обычных беляшей. Также не забывать про пушки, атомы любимые. Ну и в целом будем здесь тоже строить особые юниты, например, клонов-капитанов разных подразделений и, ну, например, клонов-командеров. Почему нет? Ну и побольше техники. Здесь уже отстраивается наш флот. Давайте отправлять его вот сюда. Слушайте, но, в принципе, вот весь флот мы восстановили. Можно взять C-3PO с Padme на разведку, чтобы они посмотрели вообще, что там происходит. Давайте мы это с вами и сделаем. Так, красавицы, отправляйте на Монкаламаре и посмотри, кто есть здесь. Кто есть здесь и будем, может быть, в следующей уже серии, правда, атаковать следующие планеты. Так, наша красавица летит, наши клоны делаются. Слушайте, все превосходно, наш доход просто невероятных размеров и меня это бесконечно радует, конечно. кстати говоря, я достиг максимум в заводах. Слушайте, но здесь четыре корабля всего лишь их. Я думаю, в принципе, можно было бы совершить автобой, даже потеряв несколько пусток ломаторов. Наверное, мы так и сделаем и сразу захватим Монкаламаре. А давайте посмотрим... А, нет, на Джи Би можно долететь только отсюда. Понятно. Понятненько. А можно ли на Кесель? Давайте посмотрим. Кстати говоря, нам открывается... Да, на Кесель можно, поэтому, может быть, сделаем и так. Но у них флот еще, тем не менее, существует. Он есть. Сказать, что он был полностью уничтожен, нельзя. Как видите, здесь какой-то, но, тем не менее, есть. А давайте все-таки слетаем на Явин и после на Датамир просто проведем такую разведку, что ли. И посмотрим, что здесь имеется. Тут вообще флота нет на Явине. Прекрасно. А давайте посмотрим, что тут на Датамире. Датамире. Ага, на Датамире тоже никого. Ну и в принципе, давайте вернемся обратно на Памант и думаю, атакуем. Атакуем, да, атакуем наш Монкаламарь. Почему бы и нет, как говорится. Превосходно. Мой флот уже восстановили, более-менее собрали. Здесь будем делать исключительно давать аккламаторы, хотя вы знаете, в принципе, у нас такой уже флот, что страшиться-то нам и нечего, если говорить серьезно. Да и вскоре мы уже достигнем максимум юнитов. Поэтому я думаю, что мы с вами можем уже взять Монкаламарь под контроль Галактической Республики. Давайте посмотрим еще раз, какой здесь флот. Ой, генерал Гривус. Слушайте, а давайте, давайте мы так и сделаем. Ну, вот я как и говорил, мы потеряли слишком много, хотя ясное дело, что это абсолютно неоправданные потери, но тем не менее, давайте возьмем эту планету под наш контроль, Монкаламаре. Слушайте, вам интересно было бы посмотреть, что на Монкаламаре? Если да, то извините. Извините вашего ленивого отта, ей богу, извините. Давайте построим здесь сразу добывающие заводы, отведем наземный флот, построим какую-нибудь банальную такую, банальную, банальную защиту и в принципе, друзья, я думаю, что на этом десятую юбилейную часть мы закончим, здесь впереди еще очень весело, поддерживайте серию этих видео, как финансово, так и своей активностью. Увидимся в одинской части. Ну, а это конец видео, обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok